В сегодняшнем видео обсудим, как изменился управленческий консалтинг в России за последний год. Чем занимаются и на чем специализируются компании, которые в России остались. Сократился или вырос спрос на услуги управленческих консультантов? Какие проекты будут актуальны в ближайшее время? Ну и, конечно, есть ли смысл идти работать в управленческий консалтинг, если вы хотите построить успешную международную карьеру? Меня зовут Виктор Огуленко, и это канал ФЛЕС. А в гостях у меня сегодня Владимир Самохвалов, управляющий партнер SBS Консалтинг. Поехали! Володь, спасибо, что пришел сегодня на звонок. Здорово поговорили уже два года назад, но теперь появился, к сожалению, новый повод поговорить. Это то, что стало с консалтингом за последний год в связи с теми событиями, которые произошли. Расскажи, пожалуйста, что ты видишь на рынке? Какие компании остались? Чем они занимаются? Что вообще поменялось? Да, целых два года уже прошло. Быстро пролетели. Сейчас рынок действительно меняется. Опишу ситуацию, как она была до февраля прошлого года и что складывается сейчас. Значит, до февраля прошлого года на рынке было условно 10 международных консалтинговых компаний. Это и Большая Тройка, и второй шелон, Second Tier, включая, просто если кто-то не знает, Роленбергер, Этикарни, Оливер Вайман, другие консалтинг-компании. И, безусловно, Большая Четверка, Большая Аудиторская Четверка. И было условно две российские консалтинговые компании, лидирующие. Это мы и Stratage Partners, дочка Сбера. И с февраля ситуация, безусловно, сильно изменилась. У нас все компании стали, скажем так, российскими, хотя некоторые из них я называю квазимеждународными, объясню почему. Ну, во-первых, я думаю, что 60-70% сотрудников уехало международных консалтинговых компаний, и, соответственно, большинство международных компаний действительно ушли с российского рынка. В первую очередь это касается Большой Тройки и второго шелона. Тем не менее, кто-то остался. Например, компания McKinsey преобразовалась в компанию Яков и партнеры. Осталась компания Partners in Performance. Это компания, которая занималась и занимается повышением операционной эффективности. Она преобразовалась в Partners in Efficiency. Осталась Accenture, тоже переименовалась. И остался Arthur Delittle, который теперь называется Arthur Consulting. И осталась вся международная аудиторская четверка. Они все, конечно же, переименовались. Но, тем не менее, на российском рынке они остались. У кого-то большее количество сотрудников сохранилось, у кого-то меньшее количество сотрудников. То есть, условно, вот эти все компании теперь стали, ну, условно, российскими. И конкуренция сильно ужесточилась. Если весной я, честно говоря, предполагал, что нам будет как-то полегче, то выяснилось, что полегче было как раз до февраля, когда мы всегда могли сказать, что мы одна из двух российских консалтинговых компаний, и, соответственно, всегда могли найти какую-то нишу. Теперь все сложнее, поскольку конкурировать приходится со всеми. И мы тут... А что поменялось в конкуренции из-за того, что компании стали теперь де-факто российскими? Ну, во-первых, вот это вот не срабатывает вот эта фишка. То есть, мы говорили раньше, что мы российская компания. И, соответственно, и были клиенты, которые были заинтересованы чисто вот в российской компании. Теперь вот эти... Часть этих компаний все равно остались квази-международными, потому что я знаю, что там есть у некоторых компаний подписаны опционные соглашения. Но с юридической точки зрения все равно компании стали российскими. Поэтому фишка вот этой российскости, она несколько пропала. Это первое. Второе. Выяснилось, что, оказывается, для многих клиентов не было разницы между условно компаниями Big 3, большой тройки, и большой четверки аудиторской. И в глазах многих клиентов именно вот компании большой четверки стали носителем вот этой вот международной компетенции, что ли, если так можно сказать. Поэтому мы столкнулись, например, с более такой сильной конкуренцией со стороны компаний, представляющих бывшую международную большую четверку, в том числе, получается, по цене. Мы в настоящее время, ну, процентов на 20-30 дороже, чем, получается, бывшие международные аудиторы. Раньше мы с ними конкурились. Кинули цену, получается, когда перестали быть международными. Да, да. Что интересно, что, и это, кстати, хорошая новость для российского рынка, что вот компании из большой тройки, Яков Партнеры, ряд компаний вот из второго эшелона, они пока держат свой ценник. Да, там немножко, конечно, снизили, это понятное дело. Но плюс-минус все равно они свой ценник держат, и это хорошая новость. Это значит, что, в принципе, я думаю, что со временем рынок как-то устаканится. Вообще, так, если проводить какую-то аналогию, я думаю, что в какой-то момент в России все равно сформируется такое разделение по аналогии с международным рынком. Во-первых, появится российская большая тройка, или это не только появится, а прямо так вот явным образом будет сформировано. Я ее называю Рубик, Рубик-3. Мы, безусловно, хотим войти в эту тройку и претендуем на то, чтобы стать одним из трех лидеров как раз вот в сфере стратегического консалтинга. Во-вторых, будут какие-то нишевые игроки по аналогии со вторым эшелоном, которые будут заниматься каким-то специализированным консалтингом, либо в каких-то отраслях, либо в каких-то темах. Ну и, наконец, будут консалтинговые подразделения большой четверки, такие вот именно стратегического консалтинга, которые будут работать по аналогии с тем, как это раньше было в международной большой четверке. Расскажи, пожалуйста, про вот эту вот квазимеждународность, про которую ты начал, упомянул пару минут назад. Ну, тут все просто. Каким образом иностранные компании выходили с российского рынка? Они подписали соглашение о выкупе российскими партнерами далее в этих компаниях. При этом, конечно же, российский рынок является очень интересным. Он самый большой на территории постсоветского пространства, на территории Восточной Европы и так далее. И далеко не все компании готовы прямо вот его закрыть или были готовы закрыть. Поэтому в ряде компаний были подписаны опционные соглашения. Я не знаю, как это будет дальше работать. Я знаю, что действительно контакты ограничились, доступ к международной экспертизе ограничился, хотя какие-то коммуникации, безусловно, существуют. И поэтому не очень понятно, что будет происходить, условно говоря, через три года. Будут реализованы эти опционные соглашения об обратном выкупе или не будут. В любом случае, это такая вот сфера неопределенности, и никто не скажет, как оно будет происходить. Пока что вот рынок такой находится в стадии какой-то такой трансформации, балансировки. Мы, честно говоря, в прошлом году даже не обновляли свою стратегию, потому что задача заключалась в том, чтобы понять, какие в итоге игроки окажутся на российском рынке. Например, я не предполагал, что вся международная аудиторская четверка останется на российском рынке. Мне казалось, что останется, условно говоря, две компании. Все остальное плюс-минус я предполагал. Я понимал, что останется кто-то из большой тройки, останется кто-то из второго эшелона. Но вот что касается всей аудиторской четверки, я такого не предполагал. И вот сейчас, с учетом того, что мы понимаем, что сейчас на рынке 8 компаний, наша задача заключается в том, чтобы обновить собственную стратегию и спозиционировать себя относительно всех других игроков, чем мы и будем заниматься в течение этого года. Вот это, кстати, интересный вопрос. Позиционирование относительно других игроков. Но чтобы себя спозиционировать, нужно понять, что другие делают. Видишь ли ты какую-то специализацию уже, по малу стоявшуюся у других игроков? Пока нет. Нет. Пока я могу сказать, что все пытаются нащупать какие-то свои основные компетенции. Вот я недаром сказал про большую тройку. Чем отличается большая тройка? Это такой универсальный стратегический консалтинг, в котором собираются такие, скажем, универсальные консультанты, специализация у которых начинается только с каких-то верхних позиций. И когда у тебя большая численность офиса, получается, ты закрываешь органически практически все сектора экономики. А когда у тебя численность офиса ограничена, я уже сказал, что процентов 60-70 сотрудников, особенно большой тройки второго эшелона, уехало из России, то органически, опять же, появляется какая-то специализация, потому что не можете заниматься. Но при этом в Яков много пришло ребят из Bain и BCG, то есть, по сути, они вобрали в себя тех, кто не уехал. Правильно, но все равно их численность существенно меньше, чем была в свое время. Чем была в сумме, да? И в сумме была, и чем была в McKinsey. В McKinsey была численность больше. То есть, это примерно и показывает 70%. И я так понимаю, что сейчас, в ближайший год-два, все как-то органически нащупывают сферы, в которых начнут специализироваться и от которых начнут отталкиваться, развивая свои компетенции. Опять же, если говорить про размер рынка, то размер рынка тоже сократился процентов на 70. Я ожидаю, что через, скажем, года-два мы вернемся на уровень процентов 40, не, процентов 50-60 от уровня 2021 года. И постепенно, постепенно, вот компании, которые сохранят лидирующие позиции, они начнут наращивать свое присутствие, начнут, вот если говорить, допустим, про универсальных консультантов, расширять свою какую-то специализацию с тем, чтобы иметь возможность сконсультировать во всех секторах экономики. Что касается второго эшелона, который, с моей точки зрения, тоже должен появиться, вот там появятся какие-то нишевые игроки. Есть ребята, которые специализируются на металлургии. Есть, например, у нас идея, может быть, мы об этом потом поговорим, создать такого нишевого игрока по проектам повышения операционной эффективности на основе технологий бережливого производства. И мы, соответственно, этот процесс уже начали. То есть это будет тоже какой-то нишевой игрок, который будет заниматься узкоспециализированной задачей. Вот такие компании тоже появятся, но вот эта специализация, она будет формироваться буквально в ближайшие год-два. Если оттолкнуться в определении специализации от потребностей рынка, расскажи, пожалуйста, как вообще спрос отреагировал на события, насколько изменился, и что сейчас востребовано из услуг управленческого консалтинга? В общем и в целом, я могу сказать, что сейчас востребованы те же самые услуги, что и в обыкновенное время. И это небольшой сюрприз для меня. Что имеется в виду? Мы делаем те же самые проекты по разработке системы управления. Я ожидаю сейчас некий всплеск спроса по проектам по разработке стратегии развития. Но это плюс-минус классический консалтинговый продукт. Мне казалось, что будет особенный спрос на проекты по импортозамещению, проекты по выстраиванию системы логистики, сделки и так далее. Какого-то прямо такого всплеска спроса мы не увидели. Но что касается проектов по импортозамещению, по логистике, это задачи в основном компании пытались решить самостоятельно. Что касается проектов по консультированию в области сделок, там, дюдилы и так далее, мы просто этими услугами не занимаемся, поэтому, может быть, и не заметили, хотя вот количество сделок, конечно же, в прошлом году было колоссальное. Если говорить про будущее, то я уже сказал, что мы ожидаем некий всплеск спроса на стратегию. Я заметил, что буквально в последние 6 месяцев появился какой-то такой сознательный, осознанный интерес к проектам по повышению операционной эффективности на принципах бережливого производства. Сейчас и чаты соответствующие появились в телеграм-каналах, и в принципе компании среднего уровня с оборотом 10, 15, 20 миллиардов начали говорить об этом. До этого это практически активно не развивалось, может быть, только металлургические компании делали такие проекты, еще какие-то крупные холдинги, но вот прямо такого осознанного спроса не было, и я вижу, что он потихонечку формируется. Мы безусловно до февраля надеялись на проекты, связанные с ИСЖ. Это очень такая интересная тематика, потому что в моем понимании ИСЖ — это не только про формальные какие-то критерии для выхода на международные рынки ценных бумаг, для привлечения финансирования. Нет, это вообще про устойчивое развитие, это очень важная история. И, к сожалению, спрос на эти услуги провалился, у нас были переговоры с двумя крупными клиентами, мы практически до ноября думали, что заключим эти контракты, но в итоге эти контракты отложились, и очень это жалко, потому что я тут участвовал в некоторых дискуссиях, посвященных вопросам устойчивого развития, посвященных вопросам экологии. Так вот, я считаю, что эту повестку ни в коем случае нельзя снимать. И, например, в вопросах и повышения энергоэффективности, и в вопросах повышения экологической эффективности должно быть очень заинтересовано государство, потому что, в конце концов, это очень хороший способ простимулировать инвестиционные процессы в стране. И я поэтому считаю, что про эту тематику нужно не забывать как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения внутренней политики компании, потому что это и про осознанность, и про долгосрочность, и про устойчивость на международном уровне. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, наверное, следующее, что мы тут в начале года столкнулись с вопросом от одного из клиентов. Слушайте, а как вообще, о какой стратегии может идти речь, если все меняется очень быстро? И это такой очень хороший вопрос, как вообще разрабатывать стратегию, когда вот там за один год много чего произошло. Так вот, значит, ответ такой, что стратегию нужно разрабатывать, исходя из долгосрочных трендов, то есть определяя свое видение, исходя из долгосрочных трендов, которые все равно будут устойчивы. Дальше делать какой-то план работ на ближайший год-два. И третий очень важный момент, который, к сожалению, пока в России не очень все понимают и чувствуют, это нужно создавать организацию устойчивую к меняющимся обстоятельствам, то есть гибкую организацию. И вот вопросами системы управления, к сожалению, у нас пока компания не так часто занимается, и это очень важная тема, чтобы в компаниях появлялись процедуры, которые позволяют гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства. Если мы сделаем шаг назад, говоря про спрос, а он вообще сократился или увеличился в связи с изменениями в экономике? Ну, на консалтинг или как? На консалтинг, конечно. Ну вот я сказал, что спрос сократился, процентов на 70. Тут тоже нужно понимать некоторые нюансы. Что такое спрос на консалтинговые услуги до февраля прошлого года? Это в первую очередь спрос со стороны крупных компаний и со стороны международных компаний. Ну, разумеется, международные компании ушли с российского рынка, сейчас такая еще перестройка будет, и сейчас спрос начнет потихонечку восстанавливаться, но все равно будет долгое время меньше уровня 2021 года. Что я заметил, это то, что начинает появляться спрос на консалтинг со стороны предпринимателей, со стороны либо вот малого и среднего бизнеса, либо со стороны компании с оборотом уже 5, 10, 15 миллиардов рублей. Это очень хорошо. Это означает, что люди понимают, что вот есть, у них есть осознанное желание развиваться, есть желание позвать какую-то экспертизу. Пока что этот спрос формируется в виде каких-то, не знаю, в виде запросов на стратегические сессии, не больше. Понятно, потому что люди непривычны покупать большие проекты с такими классическими услугами, но такой спрос начинает зарождаться, и это очень хорошо. Вот, кстати, про спрос предпринимателей. Помнишь, два года назад мы обсуждали с тобой тренды консалтинга, и там как раз говорили про цифровизацию, говорили про фрилансеров, и говорили про нишевых экспертов, таких консалтеров-самоучек, которых в России много, и которые часто как раз и помогают бизнесу поменьше. Вот у меня вопрос. Вот подобный спрос предпринимателей не закрывается ли вот такими вот консультантами-самоучками, единоличными, или малюсенькими командами? Да, пока закрывается. Мы два года назад запустили проект для малого и среднего бизнеса, назвали его strategybox.ru. Идея была в том, чтобы предложить какой-то продукт за более-менее адекватную цену, который базируется на международных методиках. И понимали, что будет конкуренция со стороны как раз вот этих тренеров, экспертов и так далее. И в 2021 году у нас, в принципе, все было неплохо. Мы действительно получили определенное количество контрактов, сделали эти контракты. В прошлом году спрос, безусловно, просел. И вот сейчас, как я сказал, предприниматели больше, скажем так, ориентированы не на полноценные проекты по разработке стратегии, а просто на проекты по проведению стратегических сессий на один, там, два дня. И вот эти проекты в первую очередь реализуют вот те как раз бизнес-тренеры, коучи, фасилитаторы, о которых мы говорили. Пока что спрос до нас со стороны вот малого и среднего бизнеса не дошел. Есть спрос со стороны компаний с оборотом 15-20 миллиардов, но он тоже пока еще такой не до конца сформированный. но если говорить про вот небольшие проекты, они пока реализуются силами вот этих команд. А что еще планируете сделать, чтобы таки до этого спроса дотянуться? Или может быть, что должно на рынке поменяться, чтобы спрос до вас дошел? Если говорить про вот эти как раз компания с оборотом, и 2 миллиарда, и 5, и 10, это, кстати, очень интересные клиенты, потому что именно в этих клиентах часто можно сделать самые такие радикальные и интересные изменения, потом на основе которых выстраивать свои истории успеха. И там может быть кратный рост. Да, это может быть кратный рост. То, во-первых, конечно, нужна определенная кривая обучения. Вот, например, мы тут разговаривали с одним бывшим коллегой, который уехал в Арабские Эмираты. Он говорит, что в арабских странах очень много проектов заказывают компании с тем же самым оборотом 10, 15, 20 миллиардов рублей. Это абсолютно нормальная история. Если дорос до определенной величины, ты приглашаешь консультантов и надеешься от них получить максимальную экспертизу, чтобы потом развиваться. В России все равно еще пока присутствует недоверие к консультантам, не очень понимают роль консультантов в реализации проектов. Поэтому такой спрос должен сформироваться и на это нужно время. Есть некоторые, скажем, действия, которые этому способствуют. Это и программа обучения в бизнес-школах. Я надеюсь, что рано или поздно они позволят как раз привить вот эту культуру. И в определенной степени то, что, например, существует компания Strategy Partners при Сбере, это хорошо для рынка, потому что ряд услуг покупается, получается, через компаниями, через сеть сотрудников Сбера, менеджеров Сбера. И таким образом тоже происходит какое-то такое насыщение обучения рынком. Это тоже хорошо. И вот для того, чтобы это все как-то сыграло, нужно время. Это в первую очередь. А во вторую очередь, ну не знаю, мы на месте не стоим. Мы тоже предлагаем определенные какие-то услуги. С одной стороны, мы понимаем, что основные деньги-то мы зарабатываем как раз при работе с крупным бизнесом, там, не знаю, 90%. Выручки все равно это связано с крупным бизнесом или с органами государственной власти. А с другой стороны, все равно какие-то вещи делаем. Вот мы там сделали проект по бесплатной диагностике управляемости. Хотим, чтобы компании начали себя как-то идентифицировать, оценивать реальную свою культуру корпоративную, оценивать уровень управляемости организации, принимать осознанные решения. Мы сделали калькулятор для оценки, экспресс-оценки рычагов повышения эффективности бизнеса. И вот такие всякие истории мы пытаемся продвигать через бизнес-клубы. И в настоящее время эта история, скорее, она не позволяет нам зарабатывать деньги, но зато мы прям ощущаем такую потребность, чтобы предприниматели начали работать прямо с классическим консалтингом, начали с определенного оборота привлекать консультантов для поддержки изменений в своих организациях. Ну, то есть, резюмируя, рынок начинает взрослеть, даже услуг консалтинговых для компаний поменьше. И вы в этом активно участвуете. Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, какие еще тренды в управленческом консалтинге ты видишь за последние два года по сравнению с тем, что мы обсуждали два года назад. Что касается спроса, то мы обсудили плюс-минус спрос. Если говорить о том, что происходит внутри, да, вот внутри этого консалтингового процесса, то в первую очередь это все, что связано, конечно же, с аутстаффингом, фрилансом, дистанционной работой. Уже целые проекты для крупных клиентов выполняются командами полностью онлайн. На многие проекты приходится привлекать ребят, которые уехали из России. Безусловно, все это дело согласовывается с клиентом. То есть, кто-то клиент хочет, чтобы... Или готов на то, чтобы проект выполнялся онлайн, кто-то не готов. Но в любом случае, вот такие вот гибридные форматы работы с большим количеством совещаний онлайн, это прямо вот тренд-тренд. Вот то, что в пандемию появилось, то так и осталось. Да, да, наоборот, только получается, так скажем, стало совсем уже, прямо совсем уже стало нормой. Укоренилось. Укоренилось. Вторая тема, это тоже, это получается, специфика российского рынка, это то, что сейчас компании ищут какие-то варианты партнерств. Все начали договариваться, переговариваться, очень часто делаются проекты в какой-то кооперации, у кого-то одна специализация, у кого-то другая специализация. Как я уже сказал, количество просто консультантов, физическое количество консультантов стало меньше, и поэтому компаниям приходится договариваться, все ищут какие-то варианты партнерства. Что еще можно сказать? Я думаю, что если говорить про крупный бизнес, то, наверное, выросла потребность в такого рода, сейчас тебе скажу, прикладном характере рекомендаций. Если ты делаешь систему управления, нужно обязательно задумываться о юридической структуре. Если ты делаешь какие-то предложения по цифровизации, ты должен написать требования, прям полноценное требование к цифровизации. Если ты говоришь о проектах по повышению операционной эффективности, то у тебя должны быть специалисты, которые разбираются в той или иной теме, и поэтому в консалтинговых компаниях, например, в том же самой Якове, я знаю, сейчас идет набор специалистов, которые разбираются, в том числе, в технологических особенностях, и вот у нас такие же тоже люди появляются. Ну и последнее, наверное, безусловно, нельзя не сказать про искусственный интеллект. Это тренд, который не только применим к нашей стране, это тренд, который применим ко всему миру. Тренд зарождается. И интересно, мы тут проанализировали возможности чат GPT для использования в наших проектах. Пока что использование ограничено, потому что, скажем так, ты можешь получить какую-то общую информацию, ты можешь получить общее описание рынка, ты не можешь получить конкретные данные, ссылки не всегда работают на источнике информации. Твоя задача же предоставить и источники информации, и логику расчета результатов, поэтому ты не можешь сказать, что, слушайте, это вот мне искусственный интеллект сказал, что будет вот так. Да, конечно, клиент всегда может попросить копнуть, посмотреть, а что там в аппендиксе сидит, а тут чат GPT не поможет. Да, поэтому вот прямо сейчас использование такого рода вещей ограничено, но со временем, наверное, эта тема будет развиваться. Посмотрим, что будет через год-два-три. Но скажи, вы хоть где-то смогли его применить уже или пока не нашли применение? Нет, нет, нет. Это, знаешь, как этот чат позволяет, знаешь, собрать прямо первый срез. Вот первый день тебя отправляют на проект, и тебе нужно вообще понять, что происходит в секторе. В принципе, можешь сделать запрос и получить какую-то информацию. Но с другой стороны, ты точно такую же информацию получишь за два дня, сам поискал в интернете и, может быть, даже более глубокую. Поэтому... Да, ну тут надо самому искать в интернете, а вбил запрос в чат GPT, получил через, я не знаю, там, минуту ответ. Ну, конечно, вот, ну, как бы, если вот прямо сейчас нужен какой-то, ответ, да, ты его получишь. Но, в принципе, но для консалтинговых проектов это не совсем подходит, потому что твоя задача как консультанта за один месяц стать экспертом, и тогда нужно погрузиться. Еще интересная тоже тема такая, например, вот использование роботов для... и программ для парсинга новостей. Тоже хорошая история. Ты можешь тоже собрать большую статистику, всякие события, всякие цифры. Просто проблема по том, что ты эти цифры не сведешь. Они же, получается, могут не биться. Оценки в одном источнике могут отличаться от другого источника. Когда ты сводишь картинку, ты должен понимать, ты должен делать преемственность этих оценок. И вот просто такое слепое использование всяких роботов тоже не всегда возможно. А что, на твой взгляд, должно произойти? Как должны измениться генеративные модели и условный чат ГПТ, чтобы стали они применимы в работе, в консалтинге? Ну, я, скажем так, не силен именно в программировании, но... Нет, я имею в виду с точки зрения потребления. С точки зрения потребления. Для нас, наверное, были бы ценные три вещи. Первое. Отлаженная возможность по поиску на языках, которые мы не знаем. Ну, например, там... У меня нет сотрудников, которые знают китайский. Иногда такую информацию нужно найти. Мы попытались вводить запросы на китайский, что-то там как-то все было очень пока криво. Это первая такая возможность. Вторая история — это... У меня такая... У нас сложилось такое впечатление, что пока что искусственный интеллект не может залезать в файлы и выдавать какую-то... Файлы, которые размещаются на сети, например, там, отчеты, да? И выдавать какую-то сводную аналитику, оперируя вот этими отчетами. То есть он в первую очередь ориентируется на информацию, доступную просто в открытых источниках. На которой он обучался до 2021 года? Да, он, кстати, обучался до 2021 года. Нужно, чтобы вот такого рода роботы, скажем так, могли залезать прямо вот в отчеты, которые публикуются в презентации. До обучаться. Да, до обучаться. По просьбе, по команде. Да, но, кстати, я вот не знаю, он имел доступ к презентациям, которые есть в сети, к файлам, которые есть в сети. То есть не просто к текстам, документам, которые публикуются на страницах каких-то изданий, а именно вот прямо к самим PDF, допустим, файлам. Вот это вот для меня вопрос. Но это в любом случае необходимо. Ну и третий такой очень интересный момент — это возможность доступа к информации, которая публикуется в всяких закрытых базах данных, типа Bloomberg и так далее. Вот прикольно было, если бы можно было вытаскивать через чат. И бесплатно еще. Конечно. Ну, можно было за это платить, но как за комплексную стрелку. Окей, да, можно и платно, лишь бы он это все обрабатывал. Да, да, да. Пожалуйста. Окей. И тогда это можно использовать. Знаешь, причем это можно использовать как какой-то такой продвинутый поисковик. Ты же, когда ищешь информацию в поисковике, ты все равно вводишь какой-то алгоритм. Ты говоришь, там ты пишешь, что там, я хочу понять, там, не знаю, объем производства автомобилей по странам. И дальше ты можешь даже писать расширение файлов, в котором ты хочешь получить эту информацию. То есть ты какой-то все равно запрос пишешь. И когда появятся вот эти все функции у ботов, у чатов. Умных поисковиков. Умных поисковиков, то они станут действительно аналогом и заменителем стандартных поисковиков. Владимир, ты писал в Телеграме, что у вас каждый год проходит конкурс слайдов. Самых клевых слайдов, которые за год нарисовали консультанты. Покажи, пожалуйста, кто был лидером в прошлом году. Да, действительно, у нас есть такая традиция, поскольку слайды являются таким основным рабочим инструментом, базовым рабочим инструментом для консультантов. И мы хотим, чтобы слайды, культура отрисовки слайдов передавалась, то мы проводим такой конкурс слайдов. У нас каждый сотрудник может прислать несколько слайдов по итогам завершенных проектов в каждом году. И дальше целая команда отсматривает слайды, выбирает лучшие слайды. Вот четыре слайда, которые я хотел бы показать. Есть еще один слайд, но там более конфиденциальная информация, поэтому я не буду показывать. Четыре слайда, которые у нас были финалистами прошлого года. В этом году мы тоже... А расскажи, пожалуйста, сразу какие-нибудь три-четыре вещи, которые тебе кажутся в этом слайде клевые, и их стоит повторять другим аналитикам. Да. Ну, во-первых, на что мы смотрим? Сейчас я скажу. Во-первых, мы смотрим на соответствие неким таким базовым требованиям. Первое — это четкость изложения мыслей, чтобы заголовок соответствовал содержанию. Это базовая такая история. Мы смотрим на орфографию, грамматику, смотрим на шрифты, чтобы там все было четко и соответствовало базовым требованиям. Но не только. Условно, все слайды можно поделить на три категории. Все хорошие слайды можно поделить на три категории. Первое — просто красивые картинки, которые не несут никакого смыслового значения, такого большого, но просто являются отбивками, допустим, между разделами презентации. Эти тоже слайды такие яркие, красивые. Они у нас попадают в определенный, как правило, попадают в определенную стадию отбора, но, как правило, не становятся победителями. Второй тип слайда — это слайды с обилием информации, но которые очень сложно бывает понять без дополнительного какого-то повествования. И третий тип слайда — это как раз сложные слайды, но в которых есть какие-то красивые истории по тому, как эту информацию представить. Ну вот, и с каждым слайдом связана такая целая, как правило, целая история, что нужно было в один слайд включить большой объем данных, с помощью одного слайда показать разные направления анализа и вокруг этого одного слайда выстроить такую серьезную дискуссию с клиентом. Вот, как правило, побеждают именно такие слайды. Вот, например, вот этот слайд, это слайд, показывающий расходование рабочего времени на выполнение ряда работ в одной строительной компании с определением ключевых зон по сокращению потерь. И тут вот есть и различные уровни анализа и типы задач, и рекомендации, и, в общем-то, мы видим, что он выглядит и красиво, и с другой стороны в этом слайде представлен большой объем информации. Вот, например, слайд, в котором просто представлена четко аналитика. здесь нет каких-то таких интересных визуальных историй, помимо того, что вот слева столбик, справа такая вот какая-то графика. Но это такой вот слайд, который у нас в итоге вошел в финал, но просто потому, что он соответствовал всем требованиям. Такой был, значит, классический, сложный, с большим количеством данных слайд. Мне кажется, это классный продающий слайд, кстати, потому что он показывает вот поляна, которую мы обработаем, проанализируем, вот она какая широкая, вот как глубоко мы копнем. Наверное, это действительно впечатляет клиента, когда он подобное видит. И вот еще интересный слайд. Мне почему нравятся еще такие слайды? Мне нравятся слайды, когда ребята придумывают какую-то картинку, инфографию, которые иллюстрируют какую-то историю. Вот слева, например, у нас схематично изображен вторичный рынок углеводородного, вторичный углеродный рынок, как раз вот показано взаимодействие между имитентом 1 и имитентом 2. Справа представлена информация по развитию этого рынка. Но здесь вот классно, когда ребята придумывают какую-то еще интересную инфографику для иллюстрации, может быть, каких-то тривиальных историй, но тем не менее эта картинка смотрится тоже хорошо. Да, вот тут идея с квотами прикольно смотрится. Вот эта вот линия посерединке. Если превышаешь квоту, то там должен купить. Если наоборот не добрал, можешь продать. Да, все верно. Прикольно. Супер, спасибо. Теперь у нас есть в открытом доступе классные слайды, на которые можно ориентироваться. Поэтому, уважаемые зрители, всем рекомендую в работе себе использовать. За скриньте и ориентируйтесь. Давай немножко переключим тему на SBS консалтинг. Расскажи, как в связи со всеми вот этими изменениями в экономике вы поживаете, какие у вас будут планы. Понятно, что мы немножко уже это затронули касательно, например, бережливого производства. Но что еще у вас меняется? В общем и в целом, наверное, можно сказать, что все неплохо. Хотя, например, планы по росту в прошлом году мы не выполнили. Планы по росту в 2021 году мы выполнили, а в 2022 году недовыполнили. И я уже говорил, что еще весной, в начале лета я оценил чуть более позитивные именно перспективы для нас. Но мы столкнулись реально с сильной конкуренцией на нашем рынке. Тем не менее, мы продолжаем развиваться и я не даром сказал про «Большую тройку». То есть наша задача действительно стать таким центром компетенции, центром знаний. И ряд проектов у нас себя очень хорошо показало. Во-первых, у нас прекрасно, абсолютно сработал проект «Ресерч Тим». Не помню, говорил я или нет. Это проект, который мы запустили в пандемию по привлечению сотрудников из региональных вузов либо из региональных подразделений федеральных вузов, привлечения сотрудников на дистанционку с обучением и с последующим выходом к нам в штат уже спустя один или два года. Проект себя очень хорошо показал. У нас 80 или 90 процентов аналитики, которая выкладывается на сайте, подготовлена именно команда «Ресерч Тим». Мы ребят используем как такой вот исследовательский центр и не только. Активно привлекаем к нашим проектам. И что самое главное для нас, что действительно процентов 50 сотрудников потом, 50 вот коллег или ребят из «Ресерч Тим» потом переходит к нам в штат. Очень хорошая история. Это ребята, это сотрудники университетов? Нет, нет, это студенты. Это студенты последних курсов. Это вот там пятый курс, первый курс магистратуры, второй курс магистратуры. Это же круто! А как к вам попасть? У нас большое количество всякого рода вебинаров и совместных историй с Нижегородской высшей школой экономики, с Питерской высшей школой экономики, с Новосибирскими университетами, с Пермской высшей школой экономики. Мы везде делаем какие-то такие презентации, выступления, и у нас прямо отлажен процесс, как попасть к нам вот работать. Работает все как часы. Недавно мы там с Сытмо тоже начали делать какие-то совместные программы. То есть, нужно просто мониторить. У нас есть календарь теперь на сайте, можно мониторить всякие события, приходить, выяснять и все, и подаваться. А просто онлайн заполнить заявку, прикрепить резюме, нажать и отправить, так не работает? Нет, нет, это работает, конечно, ты подаешь онлайн, ну дальше стандартный процесс отбора в консалтинговую компанию, собеседование и так далее. Другое дело, что просто ты работаешь не пять дней в неделю, скажем, по 10-12 часов, все-таки количество рабочих часов ограничивается, ты работаешь у себя в городе, в котором учишься, ты продолжаешь обучаться, у нас есть возможность уйти в какие-то отпуска, когда нужно сдать сессию, и в остальном ты работаешь просто как обыкновенный сотрудник только вот в таком в удаленном формате. Ну, слушай, прикольно, звучит как интересная тема, мы к видео тогда ссылку приложим внизу, чтобы ребята могли подаваться. Не все могут в Нижегородскую вышку приехать, возможно. Да, все правильно, замечательно. И что, кстати, что интересно, мы заметили, что многие прямо охотнее идут работать в Research Team, нежели сразу к нам в штат. Потому что, ну, как сказать, для многих все равно консалтинг это что-то такое неизвестное. И, наверное, такое психологическое ощущение, что если вот ты выбрал консалтинг компанию, что все там, ты, значит, ну, попадаешь на какую работу, может, не каждый к этому готов, что ли. Реально есть такой интерес со стороны ребят, которые могли бы попасть к нам в штат по всем параметрам, вначале поработать в Research Team, попробовать свои силы и со временем уже, поняв, что это такое, осознанно перейти к нам в штат. Прямо интересный такой потрясающий результат. Слушай, это вообще классная идея. Ведь, на самом деле, консалтинг многие рассматривают как такой университет, только уже более прикладной, который полезно закончить после университета обычного. И кажется, что вот эта вот тема с Research Team, она может вполне себе стать этим дополнением обычного университета до университета прикладного. А там уже можно посмотреть, хочешь ты идти в консалтинг, не хочешь, если хочешь, иди дальше. Если не хочешь, ты уже набрал набор навыков, которые тебе пригодятся в любом другом месте, и вот иди себе их и применяй где хочешь. Так и есть, так и есть. Слушай, когда я говорю о том, что у нас 50% сотрудников Research Team переходит в штат, я говорю про такой же осознанный выбор, что окей, в ближайшие 2-3 года или там 3-4 года я занимаюсь консалтингом. Но точно так же человек может поработать в консалтинге, понять, что ему, например, больше нравится заниматься наукой, и у нас такие ребята есть. Они с благодарностью абсолютно проходят эту школу, они получают навыки, которые действительно помогают потом и в жизни, и уходят заниматься наукой абсолютно спокойно, осознанно, понимая, что такое консалтинг. И это очень хорошая история. Действительно, это вот второе какое-то образование. Вообще, в принципе, у меня же какое отношение к консалтингу, что консалтинг это шикарная профессия. Просто не каждый должен и может выбирать ее в качестве основной. Вначале это действительно возможность обучиться. Потом это возможность получить какую-то такую свою специализацию или квалификацию. Ты проходишь большое количество проектов, и ты к себе прислушиваешься, какими секторами тебе нравится заниматься, на чем тебе нравится специализироваться, делать стратегии, делать проекты по повышению операционной эффективности и так далее. И потом возникает такая интересная дилемма, что либо ты остаешься в консалтинге, либо ты уходишь в отрасль. И действительно 80% сотрудников рано или поздно куда-то уходят. Кто-то уходит в предпринимательство, кто-то уходит в отрасль, но часть потом возвращается. Это самая интересная история. Они, получается, поработали где-то на стороне, получили дополнительный опыт и потом вернулись. Это уже осознанно такая профессия. Прикольно. Ну и прикольно, что возвращаются к вам в команду, значит, что довольны. Да, да, да. Если, кстати, говорить еще про наши инициативы, что еще у нас происходило за последнее время? Ну, про малый и средний бизнес я уже говорил, то есть мы эту инициативу тоже продвигаем. Мы сделали, мы предприняли такую инициативу в 21-м году, во второй половине дня, создали национальный консалтинговый альянс. Не знаю, слышал ты или не слышал. Да, я помню, я у тебя в телеграм-канале читал. Да, идея была простая. Попытаться предложить рынку весь набор услуг, которые предлагает та же самая большая четверка, с тем лишь нюансом, что эти услуги будут предлагать разные компании. В каждой компании есть специфика корпоративной культуры. Немножко по-другому выстраиваются процессы. И мы вот для этой цели объединились с рядом компаний в своих нишах, с аудитором крупнейшим, с ребятами, которые занимаются, имеют очень хорошие компетенции в сделках, юристы и так далее. Специалисты по консультированию в HR. И какое-то количество проектов мы уже сделали совместные. Я не могу сказать, что полностью прямо наша ставка сыграла, и вот мы прямо что-то такое получили. Но в любом случае мы получили более широкий перечень компетенций, спектр компетенций. И вот реально какие-то сложные проекты, находящиеся на стыке, мы можем делать совместными командами и это делаем. и еще, если говорить про реализованную инициативу, я знаю, что выделю. Мы в прошлом году в связи, в том числе, с происходящими событиями поняли, что нам нужно менять миссию и ценности. Даже не то, что менять, уточнить. В любой компании существуют аттестационные формы, всегда сотрудники аттестовываются в том числе на соответствие неким корпоративным ценностям. И у нас до прошлого года эти ценности были такие базовые. Ну, это стандартный набор. Ты должен быть пунктуальным, должен вовремя сдавать работу, должен проявлять инициативу и так далее. И мы поняли, что в связи как раз с происходящим событием нам нужно как-то дифференцироваться. И вот в конце прошлого года мы запустили такую историю, когда команды партнеров, директоров, руководителей проектов собрались и провели несколько сессий по разработке миссии и по уточнению корпоративных ценностей. И вот эту работу мы завершили в этом году и как раз она станет предтечей стратегии, которую мы должны как раз написать по результатам этого года с учетом того, что будет происходить на российском рынке консалтинга. Но чем вот это новое определение миссии, ценностей отличается от того, что было раньше? Больше дифференциации, что ли, так. Вот мы решили, во-первых, у нас получилось достаточно много ценностей. И мы решили их не ограничивать, мы решили в них написать как базовые, которые мы в любом случае требуем, так и дифференцирующие. И ключевой для меня акцент как раз на дифференцирующих историях. может быть в будущем мы количество ценностей сократим, но пока что оставили все. Так вот, какие это дифференцирующие истории? Первое, мы ориентируемся на прикладной характер, на практический характер предлагаемых нами рекомендаций. Это было всегда. Мы занимаемся практическими решениями для бизнеса и отрасли, но мы это позиционирование сохранили. Это первое. Второе, мы подчеркиваем, что нам не все равно. Вот у нас там в миссии появилась такая формулировка неравнодушные профессионалы. Ух, какой у тебя друг пришел поздороваться послушать наш разговор. Мы с тобой чуть попозже поиграем, дружище. Надеюсь, она меня не обидится. Sorry. Мы решили акцентировать внимание на том, что мы неравнодушные профессионалы. Такое очень своеобразное следовательное считание, но на самом деле оно реально отражает действительность. Нам не все равно. Мы занимаемся проектами и для государства, хотя они, честно говоря, не самые рентабельные. Я бы сказал, они вообще не рентабельные. Мы поддерживаем движуху вокруг малого и среднего бизнеса. То же самое. Мы не зарабатываем на этом ничего, но тем не менее мы чувствуем свою потребность этим заниматься. И очень важный момент это то, что у нас прекрасная такая внутренняя обстановка. Мы работаем реально в атмосфере взаимоуважения и поддержки. И это отмечает, слава богу, наши все сотрудники. И вот эти дифференцирующие вещи для меня крайне важны. Мы их записали. Помимо этого, безусловно, включили еще какие-то базовые требования. Можно, кстати, ознакомиться с миссией и с ценностями либо у меня в Телеграм-канале, либо у нас на сайте. А мы их покажем. Отлично. Мы покажем их сверху. И ссылку на Телеграм тоже про него чуть позже еще скажем. Потому что я с радостью читаю этот Телеграм. Реально интересно. И, кстати, вот что в Телеграме я вычитал. Ты рассказывал 4 октября, что у тебя была рабочая поездка по Азербайджану, Узбекистану, Казахстану. И в целом вы в СБС планируете или рассматриваете возможность выхода на другие рынки. Вот что про это сейчас можешь рассказать? Ну, во-первых, на тот момент мне казалось, что у меня получится выделить время для того, чтобы, так скажем, более плотно заняться этим направлением. Но, к сожалению, в некоторой степени мне пришлось сфокусироваться на... В большей степени мне пришлось сфокусироваться на внутреннем рынке из-за возросшей, скажем так, конкуренции. Больше общаться с внутренними заказчиками. Тем не менее, в прошлом году мы сделали проект в Узбекистане. Мы сделали проект в арабских странах небольшой. Мы сделали проект в Казахстане. И пока что у нас лучше всего выстраивается история с Казахстаном. Я там прям вот верю в этот рынок. У нас выстраиваются очень хорошие отношения с клиентами, с знакомыми клиента. Есть возможность дополнительных продаж с Казахстаном. Прямо пока все хорошо. И как раз вот там мы делаем проект, который пока не получается сделать здесь. Это проекты связаны с экологией, с экологической эффективностью, с энергоэффективностью. Потому что, судя по всему, в Казахстане к этому будет относиться серьезно. Соответственно, мы сможем не только помочь нашим друзьям и клиентам из Казахстана, но и тоже нарастить компетенции потом для использования в России. Да, действительно, ведь можно набраться опыта конкретных кейсов, а потом похожие идеи предложить и в России. Да, именно, именно. А так, в принципе, у нас же офисы компании, которые ушли из России, как раз расположились вот в тех странах, о которых мы говорим. Это и Азербайджан, туда переехала ряд компаний, и Казахстан, и Узбекистан. Все по-разному тоже развивают эти рынки, эти рынки интересны. Дополнительно, мне кажется, интересен рынок Латинской Америки, и в принципе, знаешь, вот что интересно, мы тут думали по поводу того, чем консультанты из России могут помочь в других странах, ну, например, вот в Латинской Америке. Да, и чем? И поняли, что это не только знания в нефтегазе. Во-первых, у нас есть хорошие команды с опытом трансформации в горнорудную промышленность. В Латинской Америке есть горнорудная промышленность. Но это более-менее естественно. Понятно, у нас ресурсы, там ресурсы, где команды, там, собственно говоря, и компетенции, и этими компетенциями можно добиться. есть как минимум два сектора, в которых, которые родились, которые очень хорошо развиты в России и которые не так развиты, например, в мире. Первое, это финансовый сектор, сектор банковских услуг, взаимодействия вот с физическими лицами. Реально очень много компетенций, и многие столкнулись с тем, что когда они приезжают, переезжают, переехали жить за рубеж, качество банковских услуг находится в совершенно другом уровне. О, да. Я тоже столкнулся с этим. Да. Это первое. Второе, это ритейл. То же самое. В нашем ритейле реально круто выстроены процессы. Уровень информатизации, цифровизации, аналитики не сопоставим со многими странами. Поэтому вот два сектора, в которых точно абсолютно можно продавать экспертизу. Ну, помимо этого, я бы сказал, что у нас, как у страны, как вот у консультантов, неплохие компетенции в сфере цифровизации госуслуг, скажем так, в клиентцентричности для населения. Но такая, но история, но история менее востребована за рубежом. Все как-то пытаются ориентироваться больше на свои команды, поэтому я вот в продажу этих услуг не очень вижу. Ну и, конечно же, IT. У нас хорошая команда в IT, но тоже есть страны, в которых IT неплохо развита, безусловно, и там конкурирует тяжело. Эксперты, допустим, из США тоже неплохо себя чувствуют на этом рынке, поэтому в эту сферу верь меньше. Ну вот, вот в две темы, которые реально можно, скажем, продавать на международном рынке, это тема, связанная с ритейлом, тема, связанная с финансами, я реально верю. Есть ли у вас планы в какой-то среднесрочной перспективе попробовать это все развивать в той же Латинской Америке или там продолжить в арабских странах? Есть. Мы даже такие определенные переговоры со странами Латинской Америки провели. На это должно хватить время. Пока что не получилось у меня выделить время, такое реально полноценное, потому что это все равно цикл любых переговоров это месяцев шесть. Это такая тяжелая история. Но этим вопросом ты занимаешься лично, не кто-то из твоей команды. Да, я занимаюсь лично. Мои коллеги больше занимаются развитием консалтинга внутри России, а я либо как пожарная команда подключаюсь к реализации существующих проектов, к выстраиванию отношений с существующими клиентами в России, либо занимаюсь проектами развития. Но, как оказалось, пожарная команда сейчас нужней в связи с конкуренцией. Да, да, да. А давай тогда про Россию поговорим. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя видение экономического роста, не знаю, если он возможен вообще в какой-то ближайшей среднесрочной перспективе в России? Когда оцениваешь происходящее, конечно же, в первую очередь можно посмотреть на накоплен опыт. И если так посмотреть, если проанализировать, то в российской истории, вот в современной российской истории, были времена и похлеще. Это тот же самый 98-й год. Тогда рухнуло прямо вот, прямо все. И тем не менее, страна очень быстро поднялась с колен и начался такой очень интересный период активного экономического роста. Там немножко другая ситуация была. Там мы не были отрезаны от западного мира. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. тебе объясню, почему я тоже считаю, что в России существуют все шансы для того, чтобы обеспечить этот рост. Во-первых, мы весной провели исследование, где попытались оценить вообще, насколько наша экономика устойчива к вот таким внешним санкциям. И у нас выяснилось, что экономика достаточно устойчива не потому, что она у нас такая замечательная, потому что у нас все-таки очень значительная часть таких базовых секторов промышленности. это сектора связанная с добычей с первичной переработкой природных ресурсов. Соответственно, если использовать две предпосылки, первая о том, что спрос на наше сырье в любом случае будет, а вторая предпосылка, что наши компании могут быстро адаптироваться, решать логистические проблемы, а мне кажется, это в определенном смысле такой культурный код, мы в стрессе начинаем быстрее работать и эффективно приспосабливаться, так вот, если использовать эти две предпосылки, совершенно логично, что какого-то прямо такого дальнейшего падения ждать не стоит, и мы, собственно говоря, об этом написали в нашем исследовании весной этого года, и это все подтвердилось. Но тут тоже очень важный момент, что при сохранении существующей экономической политики я и какого-то роста особенно не вижу. То есть для меня такой негативный сценарий это сохранение статус-кво. Это вот сохранение истории с такими большими крупными компаниями. О, это негативный сценарий, то есть это даже не базовый, а негативный. Ну да, для меня это негативный сценарий, я в принципе считаю, что мы последние 10 лет находимся в такой стагнации, это плохо, я считаю. Я имею ввиду, что другие сценарии они выше, чем этот негативный. То есть и базовый, и позитивный они оба выше. для меня негативный сценарий это сохранение статус-кво. Я не верю в какое-то падение, я верю в сохранение статус-кво. Это ситуация, когда у нас существуют большие компании, в каких-то компаниях будут происходить какие-то трансформации, изменения, например, в компаниях, с которыми мы работаем как консультанты. В каких-то компаниях не будут, многие компании будут с государственным участием. Вокруг крупных компаний рост не построишь. Вокруг чего может быть рост, с моей точки зрения, это вокруг развития предпринимательской инициативы. Если посмотреть, что произошло в 98 году, то в 98 году в первую очередь заработала предпринимательская инициатива. Банки перестали спекулировать на бирже и начали давать деньги бизнесу. Они начали давать деньги по бешеные проценты. 30-35 процентов. И бизнес собрали. И сегодня есть бизнесы, которые готовы брать по таким ставкам эти деньги, просто банки эти деньги не дают. Были введены налоговые льготы. И сейчас тоже самое. Нужно снизить уровень налогообложения бизнеса. Например, в крупном бизнесе, чтобы было понятно, уровень отношения налогов к выручке доходит до 50%. Это нереальный уровень. Это уровень, который сопоставим с западными странами, в которых считают, что риски в целом меньше, и больше склонность к какому-то развитию. У нас уровень налогообложения в целом должен быть пониже. Была в 98-м году решена проблема бартера. На тот момент вообще многие сделки осуществлялись по бартерной схеме. Люди не оплатили деньги. Точно такая же проблема существует и в России, только немножко в другом. И сегодня в России, только немножко в другом формате. У нас крупные компании, имея доступ к заемному финансированию, оплачивают работу по факту, с отсрочкой платежа. А средний бизнес, который оказывает им услуги, он не может получить финансирование. В принципе, это та же проблема ликвидности, которая была в 98-м году. Так вот, если решить вот эти проблемы экономической привлекательности ведения бизнеса, я уверен, что предприниматели побегут в кредиты, побегут в банки, возьмут кредиты, рискнут и начнут заниматься импортозамещением и ростом. Другое дело, что это должна быть такая сплошная инициатива. Невозможно эту проблему решить за счет реализации 10 крупных проектов, 10 крупных строек, 15, 20 крупных строек. Нет. Это действительно должна быть такая предпринимательская инициатива. И мы тут уже даже говорили о том, что в России неплохие наработки по клиент-центричности для населения. К сожалению, когда мы говорим о клиент-центричности для граждан, мы все время говорим только о физическом, о человеке. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны забывают про бизнес. Государство должно быть клиент-центричным не только по отношению к гражданам, но и к бизнесу. И государство должно рассматривать бизнес как партнера по созданию тех же самых рабочих мест и решению задачи роста благосостояния населения. А сейчас, к сожалению, бизнес это скорее про наполнение бюджета доходами, про какую-то фискальную нагрузку, но никак не про рост. И вот это парадигмы должны поменяться. Поэтому если экономическая политика поменяется, если банковский сектор за счет изменения некоторых не таких существенных историй, за счет некой настройки повернется лицом к бизнесу, если будет скорректирована налоговая политика немножко, то я уверен, что за счет внутренних источников начнется рост. А когда начнут строиться небольшие предприятия, компании создаваться небольшие, подключится второй, скажем так, по величине эшелона предпринимателей, те, которые более крупные, они тоже начнут что-то строить, потом верхний и так далее. То есть рост начнется со стороны внутренних источников роста. Это колоссальное отличие от того, в какой парадигме мы пытались развивать нашу страну последние 10 лет. Мы пытались всегда строить рост на внешних, на иностранных инвестициях. А можно строить вокруг внутренних инвестиций. Интересно. То есть в целом взгляд у тебя позитивный. Если резюмировать, получается все в наших руках, ну или не в наших, а в руках правительства, что можно создать рост за счет внутренних факторов, если просто не кошмарить бизнес. А вернее не кошмарить мало, нужно еще и быть к нему клиентоориентированным. Да, нужно в первую очередь создать экономические стимулы, а во вторую очередь действительно потихонечку убирать вот эти бюрократические препоны. Причем в первую очередь начать с экономических стимулов. Если ты просто уберешь бюрократические препоны, тоже ничего не взлетит. Ты должен дать возможность людям зарабатывать деньги. Это нормальная история. Володь, но теперь если мы резюмируем все наше обсуждение одним вопросом, который будет «А стоит ли сейчас идти в консалтинг?» Вот что бы ты на это ответил? Какие перспективы? Что человек может получить на выходе из консалтинга? Консалтинг как был, так и есть и остается прекрасной профессией. Как я уже сказал, консалтинг это возможность познать себя, возможность оценить и понять, чем ты хочешь заниматься и, что очень важно, расширить свой кругозор. Поэтому да, в консалтинг можно и нужно идти. И, что самое главное, я очень хочу верить и даже сказал, я буду предпринимать все усилия для того, чтобы еще изменилось отношение к этой профессии со стороны того же самого бизнеса. Чтобы консультанты действительно рассматривались не просто как люди из анекдотов, которые мы все прекрасно знаем. Я сам критично абсолютно отношусь к консалтинговой профессии. Я сам понимаю плюсы и минусы работ консультантов. Когда нужно звать консультантов, когда не нужно звать консультантов. но и сферы, в которых случаи, когда реально консультантов без консультантов не обойтись. Так вот, моя задача заключается в том, чтобы профессия реально стала престижна и чтобы определенное количество людей воспринимали консалтинг не просто как какой-то старт для себя, но и как реально полноценную профессию, которая может стать профессией твоей жизни. Смотри, но это ты сейчас рассказываешь с такой позиции евангелиста. Ты веришь в профессию, считаешь, что она хорошая. Это окей. А мне интересно послушать с позиции, что это даст человеку. Что вот сейчас молодой профессионал думает, как ему дальше карьеру строить. Один из вариантов консалтинг. Вот попробуй продать такому человеку работу в консалтинге сейчас. Что человек получит через два года после работы в консалтинге? Первое. Он поработает ну скажем как минимум в пяти четырех-пяти компаниях, четырех-пяти отраслях. Если он выберет альтернативу и пойдет сам работать и за это время будет менять все эти компании, резюме его будет выглядеть очень странно. Тут он соответственно поработает в этих отраслях, поймет, что это такое. Второе. Он освоит навыки, которые полезны в любом случае, чем бы он дальше не занимался. Это навыки быстрого поиска информации, это навыки четкого структурирования своих мыслей и навыки представления результатов своей работы. Чем бы он потом не занимался, например, он может уйти в предприниматели и может столкнуться с задачей поиска инвестиций для своего бизнеса. Он может уйти в большую компанию и там ему нужно будет реализовать разные трансформационные проекты. Везде нужны будут эти компетенции. И третье. Он получит я считаю реально таких друзей по жизни. Ребят, с которыми он поработал, с которыми он не только поработал на проект, но ребят, которые делали другие проекты. Это ребята, к которым он сможет всегда обратиться, когда у него возникнут какие-то вопросы под тем сферам, которые он не понимает. Конечно же, совсем уж полностью таким универсальным человеком быть невозможно. Всегда у кого-то развиваются больше или меньше какие-то компетенции и истории, поэтому всегда должна быть какая-то поддержка со стороны людей, которые в любой момент могут к тебе откликнуться и помочь решить ту или иную задачу в жизни. Окей. Допустим, человек покупает эти идеи, потому что мне они кажутся разумными, я их купил и я рад, что я их купил когда-то. Но расскажи теперь, а какие навыки нужно человеку, чтобы в консалтинг попасть и преуспеть там? Напомню, два года назад из интересных навыков мы обсудили коммуникацию, понятное дело, и программирование. Вот что ты сейчас можешь сказать, какие навыки могут быть востребованы в консалтинге? Ну, что касается коммуникации, то, как я уже говорил, сейчас все научились общаться онлайн и делать целый проект онлайн. То есть, это уже прям превратилось в какую-то такую базовую историю. Мне действительно казалось два года назад, что это тема, которую нужно осваивать. Все так выяснилось, что очень неплохо ее освоили и вполне себе с этим живут. Что касается программирования, интересная тема, мне казалось, что будет такой спрос на проекты, связанные с аналитикой больших данных, но выяснилось, что, во-первых, количество компаний, которые предъявляют такой спрос и вообще занимаются подобного рода историями, оно небольшое, а во-вторых, пока что на данной стадии развития рынка компании предпочитают формировать экспертизу внутри. и у нас есть неплохие такие команды в том же самом Яндексе, в наших крупнейших розничных сетях, в банковских структурах, которые реально крутые с точки зрения вот как раз аналитики больших данных, оптимизации и так далее. Поэтому в целом навыки программирования на горизонте полезны, но прямо в моменте, если говорить про сегодняшний ребята, расслабьтесь, хватит ботать питон. Да, 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 за вас чат ГПТ напишет базовый. Тем более, что действительно появляется чат ГПТ. Слушай, ну с другой стороны, вот у меня дочка сейчас учится в восьмом классе в такой хорошей школе, они уже питон по полной программе осваивают. Для меня это просто что-то такое. удивительное. Что точно абсолютно нужно? Ну, во-первых, конечно же, это базовая компетенция, связанная с логикой мышления, с математикой, и от этого вообще не уйти. Это просто вот база. Человек должен соответствовать критериям, должен иметь структуровать информацию, решать задачки и так далее. Второе, я думаю, полезная тема, это как раз инженерное какое-нибудь образование. физическое или физическое и химическое. Мы говорили о том, что есть такой вот тренд в сторону таких вот более прикладных проектов, проектов, связанных с повышением операционной эффективности, и там как раз эти знания будут востребованы, и вообще там, и вообще, конечно, шикарно, когда у человека есть и какое-то базовое техническое образование, физическое или химическое тоже подойдет, и еще экономическое образование, например, в виде магистратуры. Это прямо идеальный вариант. И третья, просто важнейшая история, это самоорганизация и планирование времени. Ну, например, если говорить про нашу компанию, как я уже говорил, мы рассматриваем в качестве одного из перспективных направлений, это вот развитие нашего ресерч-тима. Сотрудники работают дистанционно, совмещают с учебой, и реально с самого начала учатся четко планировать свой распорядок дня, ставить задачи, приоритизировать и так далее. Важнейшая компетенция, которая будет востребована в современном мире, потому что тебе нужно будет заниматься параллельно несколькими задачами, тебе нужно приоритизировать эти задачи, и это вот та компетенция, которую точно абсолютно можно освоить прямо в консалтинге, я об этом не сказал, но действительно это важнейшая тема не только для консалтинга, но и в целом по жизни потом. Круто. Так, у меня вопросы кончились. Владимир, спасибо тебе большое за подробный рассказ, мне было очень интересно. Спасибо большое, рад был пообщаться. Теперь, уважаемые друзья, зрители, обычно в этот момент я рекламирую подписаться на канал и можете задать вопросы в комментариях, если что-то хотите спросить. Сейчас же лучше я прорекламирую Телеграм Владимира, где вы можете напрямую ему вопросы и задать. Я с радостью читаю, то же самое вам советую сделать, и если что-то теперь после видео хотите спросить, идите туда, ссылка в описании, и там все прочтете. На этом всех благ, спасибо, что смотрели. До скорого. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok